В французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на, эй! Всем привет! В эфире Наш Универ. Я Роман Пастушок. И я, Наталья Савина, расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Все гениальное просто. Это снова доказывают молодые ученые нашего универа. Быть мастером в своем деле помогут знания. А быть мастером спорта – физическая подготовка. Идем в правком. Какие бонусы может получить студент с профсоюзным билетом? Рома, а бывал ли ты когда-нибудь в детском музее? А что там смотреть? Игрушки да пустышки. Вот как раз пустышек там не будет. Все будет наполнено смыслом. Звучит не по-детски. А вот выглядеть будет. Как? Дело в том, что это пока проект. Ну и откуда ты знаешь, как все будет? А я не знаю, как. Я знаю, что будет. Построить мост при помощи одних гвоздей? Зажечь лампу без помощи электричества? Легко. В Сибирском федеральном университете работает музей науки, в котором каждый может открыть для себя что-то новое. А воплотить свой научный проект в реальность студентам поможет программа сетевого взаимодействия федеральных университетов, которая работает уже больше года. Теперь студенты нашего универа имеют возможность принимать участие в конференциях, бывать в других городах России, ближе знакомиться со своими коллегами из других университетов. Студенты, помимо того, что презентуют свою работу, они получают возможность идти дальше и уже представлять свои разработки в рамках конкурсов «Умник», «НТТМ» или каких-то других конкурсов, например, Красноярского краевого фонда науки. Этот опыт позволяет студентам в дальнейшем продвигать свои проекты уже на других уровнях. 2014 год стал годом реализации первых сетевых проектов. Студенты и аспиранты Сибирского федерального стали участниками всех заявленных программ и проектов. Так, в конкурсе от Южного федерального университета 10 из 12 участников СФУ заняли призовые места. Диплом первой степени в номинации «Лучшая научная работа студентов» получила Екатерина Сенченко, магистр гуманитарного института СФУ. Проект создания первого детского музея в Красноярске, разработанный Екатериной под руководством научного руководителя, является уникальным. В общем, суть нашего проекта заключается в том, что детский музей, который будет представлен, это будет некий музей, в котором не будет как такового экскурсовода, где ребенок будет сам являться экскурсоводом. То есть полная свобода действий, получение знаний при помощи даже такого элемента, как игра, наверное, больше. И основной концепцией нашего музея является то, что это будет мир чудес, волшебства. Впервые подобный музей появился в конце 19 века в Америке. В планах создателей красноярского проекта сделать музей в несколько уровней. Так, например, синяя зона будет являться игровой площадкой. В желтой дети будут выполнять различные задания по возрасту. Зеленая зона – это лекционные залы и амфитеатры. А на крыше музея будет находиться прекрасная смотровая площадка с видом на город. Экспонаты музея можно будет трогать руками, играть с ними, изучать и даже по ним лазить. Если и у тебя есть научная идея, которую ты хочешь воплотить в реальность, действуй. Ведь, как говорил немецкий ученый Георг Лихтенберг, чтобы увидеть что-то новое, нужно совершить что-то новое. А стремление к знаниям всегда будет в цене. Рома, ты никогда не думал заняться подводным плаванием? Наташа, дело в том, что плаваю я не очень хорошо. И поэтому любое мое плавание легко может стать подводным. А как ты относишься к русалкам? К девушкам с русала? Нет, к девушкам из подводного царства. Настороженно. Я ко всему подводному отношусь настороженно. Понятно. Значит, мне в эту тему погружаться. Студенты нашего универа одинаково сильны не только в науке, но и в спорте. Сегодня мы отправимся на тренировку к студентке, которая не раз становилась лучшей спортсменкой месяца нашего универа. Вера Яровицкая, студентка СФУ. Мастер спорта международного класса по подводному спорту. Чемпионка России среди студентов 2011-2014 годов. Чемпионка Европы по подводному плаванию в ластах на дистанции 800 метров. Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года. Жизненный девиз – идти только вперед, не отступать перед трудностями. Выбор в пользу спорта Вера сделала еще в детстве, когда начала заниматься художественной гимнастикой. Но из-за полученной на занятиях травмы девушка была вынуждена пройти реабилитацию в бассейне. Именно тогда будущая чемпионка и поняла, что хочет заниматься подводным спортом. И в 13 лет начала заново свою спортивную карьеру. Спорт в принципе любой развивает упорство и помогает не только в спорте, но и в дальнейшей жизни добиваться своих целей, не отступать. Очень хочется, чтобы все старания и все усилия, которые я прилагаю, были не зря. Поэтому, когда я на очень каком-то ответственном старте, я пытаюсь собрать все силы в кулак, сконцентрироваться и показать то, на что я готова. Перед началом тренировки очень важно хорошо размяться. Плавание в ластах требует больших физических затрат спортсмена. Для справки. Плавание в ластах. Ряд дисциплин подводного спорта. Задача спортсмена заключается в преодолении дистанции под поверхностью воды с помощью мускульной силы без применения каких-либо механизмов. Снаряжение спортсмена. Моноласта или биласты. Маска, трубка или баллон с воздухом. Плавательный костюм. Цель соревнований. Преодоление за наименьшее время различных по длине дистанции, ряд из которых спортсмен проходит с использованием автономного дыхательного аппарата. Самый скоростной и тяжелый вид плавания. По две тренировки в день по будням, плюс одна по субботам. Так выглядит тренировочный график студентки. А еще лекции и сессии в универе. По словам ее наставника, настоящий спортсмен должен умело совмещать учебу и спорт. Так, как это делает Вера. Я абсолютно уверен, что спортсмены, хорошие спортсмены, у меня много примеров для этого есть, могут сочетать успешную и очень успешную учебу с тяжелым тренировочным трудом. То есть две тренировки в день, учеба и плюс домашнее задание. Яровидская Вера, например, она чемпионка и рекордсменка Европы. И одновременно она учится в Институте экономики и управления природопользования на одном из сложнейших специальностей – бухучет. И ей никаких поблажек в плане учебы в институте нет. Она успешно учится там и умудряется тренироваться. В перспективе девушка не планирует бросать большой спорт, но и работе по своей специальности также задумывается. Занятия спортом необходимы человеку для хорошего физического самочувствия, а в здоровом теле, как известно, здоровый дух. От себя добавим и ясная голова. И студенты нашего универа это доказывают. Когда уже был готов сюжет, стало известно, что на финале Кубка России по подводному спорту Вера получила три золотых и две серебряных медалей, показав лучшие результаты в составе сборной края. Поздравляем! Рома, а ты член профсоюза? Конечно. Отлично. Расскажи, какие это дает преимущество? Массу. Например? Ну, всего не упомнишь. Хотя бы в двух словах. В двух словах не расскажешь. В общем, не знаешь. В общем, знаю. В частностях у меня пробелы. Смотри сюжет, восполняй пробелы. В каждом университете есть своя профсоюзная организация. Сегодня мы узнаем, чем занимается ППО с СФУ. В этом кабинете каждый день, не покладая рук, трудятся специалисты правкома. Здесь же работает и председатель профсоюзной организации СФУ Екатерина Сидоренко. Екатерина Владимировна, чем занимается профсоюзная организация студентов? Профсоюзная организация студентов, первая основная и основная задача – это представительство и защита прав студентов. А также мы поддерживаем и реализуем очень многие инициативы студентов. Они касаются практически любой сферы жизни и обучения в нашем университете. Действительно, основной целью профсоюзной организации является защита и представительство прав студентов. Но это не единственная задача правкома. Помимо этого… Так, стоп. Ты серьезно? Эм, ну да. Мы это и так прекрасно знаем. Расскажи нам что-нибудь новенькое. Ну, это по формату, это по правилам. Отходи от формата, выходи за рамки. Это нам и советуют ППО с СФУ. Хотя… Дай я покажу. Друзья, кто-нибудь знает, зачем нам профсоюзный билет? Или куда вечно уходят 3% от стипендий? Ну а что такое правком, вы знаете? Если нет, то пойдем и узнаем, чем же занимается эта тайная организация и о роли студента в ней. Сегодня студенты учатся отстаивать свои права, студенты учатся быть убедительными, студенты сегодня учатся и занимаются тем, что реализуют проекты, которые и свои идеи, и свои мысли через призму деятельности организации. Они мне могут помочь в реализации каких-то моих идей, проектов. Они также нам помогают с какими-либо скидками, например, в различные организации. Ну вот мы недавно ходили в театр, нам давали билеты. Профсоюзная организация влияет очень сильно на мою жизнь. Я вступила в КМК и пиар-отдела СФУ. Мне это очень помогает. Например, КМК мы помогаем организовывать различные мероприятия, праздники. Это очень интересно. Что касается пиар-отдела, то я считаю, что это мне будет важно для профессиональной деятельности, потому что я будущий пиарщик. Туда можно всегда прийти, тебя там всегда поддержат, помогут. Много очень всяких разных бонусов и общения. А чем еще занимаются студенты в профсоюзной организации? Какие перспективы открывает перед ними профсоюзный билет? Узнаете совсем скоро. Будь в плюсе, будь в профсоюзе. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Казалось бы, какая связь между детским музеем, подводным спортом и профсоюзом? Ответ прост. Это все универ. Наш универ. Обязательно увидимся в нашем универе. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»